Всем привет! Вы смотрите программу Stories на телеканале Atomicent Business. Меня зовут Анастасия Тарасова и вместе с нашей съемочной группой мы каждую неделю рассказываем вам о самых интересных событиях и ярких личностях, которые формируют казахстанскую креативную индустрию. В летние месяцы время летит на двойной скорости. Уже перемахнул за середину июнь, а ты только думаешь, как провести лето. Порой в голове совершенно пусто, все идеи исчерпаны, друзья уже давно уехали в отпуск, а ты остаешься один на один с жарким и пустым городом. Так вот, чтобы избежать этот самый нежелательный сценарий. Отправляйтесь на фестиваль инновационных идей Go Viral. В Алматы он стартует уже в пятый раз и трудно не согласиться с тем, что сейчас нет ничего дороже какой-нибудь крутой, безумной идеи, которая оперативно приходит на ум и имеет все шансы на реализацию. Идея, лежащая в основе темы Go Viral 2021 «Неизведанная Центральная Азия». Она состоит в том, чтобы позволить себе и миру взглянуть на регион с самых разных точек зрения и ракурсов. Фестиваль — это многочисленные документальные фильмы, музыкальные проекты и панельные дискуссии, спикеры поднимают различные темы на паблик-толках. На повестке дня технологии в здравоохранении, центрально-азиатские стартапы, проблемы экологии и изменения климата, разговоры об образовании и расширении прав и возможностей женщин. А еще в рамках фестиваля Go Viral 10 лучших стартапов в Центральной Азии будут бороться за специальный приз, чтобы потом реализовать бизнес-проекты с социальным аспектом. Всего на проект было подано более 50 заявок со всей Центральной Азии, что, интересно, внимание молодых стартаперов сосредоточено на образовании, здравоохранении, финансах для молодежи, проблемах, связанных с экологией и защитой окружающей среды, а также копирайтинге и доставке. Гаухар, добрый день! Здравствуйте! Огромное спасибо, что дали ворваться в вашу рабочую атмосферу, предоставили такую точку для съемки. Мы сидим прямо на сцене проекта Go Viral и рядом со мной Гаухар Мукаман, проектный менеджер фестиваля Go Viral. Уже идет какой? Седьмой день? Да, седьмой день фестиваля, еще три дня, в этом году 10 дней. Да, мы очень еще волнуемся, как все будет и самое главное, чтобы с погодой было все хорошо. Ну вы рисковые ребята, я представляю, каких сил стоит делать проект такой длинный, большой, на открытом воздухе. Расскажите, как фестиваль выходит из онлайн-формата, в котором он проходил последний раз, вот в такой гибридный формат, когда есть и онлайн, и офлайн. Да, в прошлом году действительно для нас это был большим вызовом, потому что мы все морально готовились к офлайн-вероприятию, потом, естественно, все пришлось переиграть. В этом году мы, конечно, наблюдали за ситуацией, становилось все лучше, мы решили совместить два формата, онлайн и офлайн. Ну, также у нас представители Go Viral в Душанбее, Бишкеке, Ташкенте, решили тоже в этом году составить свою программу, они тоже являются частью общего фестиваля, поэтому в этом году у нас идут прямые подключения с Душанбея, там, с Ташкента и так далее. А из чего состоит программа? Я уже, конечно, перечисляла те актуальные темы, которые наполняют структуру фестиваля, но, мне кажется, вы поточнее можете назвать и спикеров, и какие-то уже яркие моменты, которые случились и произвели максимально интересное яркое впечатление. Мы пытались с другой стороны в программу внедрить такие темы и показать, может быть, такие профессии, которые как раз-таки во время пандемии были очень популярны, но о них иногда люди не знают, потому что они всегда за кадром или за сценой. В этом году мы пригласили американку, звукорежиссера, нет, она звукорежиссер, пардон, США, Мич Костин, и ее документальный фильм был про то, как делаются звуки кино, потому что обычно люди всегда думают, когда мы думаем про кино, мы в первую очередь вспоминаем кинорежиссера, кто создал фильм, но никто не думает про все другие специальности, которые вот так же помогают при создании. У нас также был приглашен фотограф, очень известный Эд Каши, он сам и фото-журналист, поэтому вот он рассказывал, как рассказывать истории, стори-теллинг, вести через фотографии. Мне хочется отметить, что в рамках фестиваля очень многое создается контента, те же паблик-толки, фильмы, видеозаписи концертов. Остается ли это в доступе какое-то время после для тех, кто не успел? Однозначно, да. У нас фестиваль некоммерческий, весь проект некоммерческий, поэтому мы предоставляем максимальный доступ для всех. Все выступления у нас стремятся, поэтому можно нас смотреть с любой точки мира. Также автоматом все это сохраняется в Ютьюбе. Все воркшопы, которые проходили, некоторые воркшопы закрыты были, потому что были определенные условия у спикеров, но тем не менее после какого-то времени мы все равно выложим это в открытый доступ. Ну и еще какие 2-3 дня ждут, на что можно успеть, что вы рекомендуете посетить? Ну и сегодня мы покажем документальный фильм, кстати, который был специально создан для фестиваля. Создавали его кинорежиссеры с Узбекистана. За облаками это история про женщин Центральной Азии. Там планируется быть серия, кстати, таких историй, не только с Узбекистана, но мы хотим охватить и другие страны Центральной Азии. И вот это тоже будет премьера, которые впервые покажут. У нас еще ждет обсуждение и показ. Завтра, насколько я знаю, есть такой портал Адамдар. Они специально для Гоу Вайрала. В этом году у них был поход по реке Шу, и они поднимают вот эту проблематику воды в нашем регионе, потому что она затрагивает не только Казахстан, но и другие соседние страны. И вот они хотят рассказать свою историю через документальный фильм. А последний день нас ждет концерт. И вот мы все очень надеемся, что не будет сильного дождя, и люди могут насладиться концертом. Ну что ж, надо скрестить пальцы, попросить, чтобы дождя не было при хорошей погоде, и чтобы все у вас случилось, все, как вы запланировали. Спасибо. Я желаю вам, чтобы все получилось. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Я хочу представить еще одного нашего спикера, Равшан Маканова, куратор секции «Культура». Расскажите, пожалуйста, что будет сегодня. Здравствуйте всем. Сегодня у нас седьмой день фестиваля, и фестивальный день начинается с моей секции «Культура». Спикер сегодняшнего дня – Адиль Муса. Он более популярен под никнеймом «Муса Скетч». Это молодой, можно сказать, бизнесмен в культуре. На эту тему он сегодня пришел выступать. Скетч-художник, исследователь. Мне было очень любопытно вообще, как люди искусства, культуры прожили этот сложный очень период, который, на мой взгляд, самый, ну, более чувствительный, наверное, касается наших коллег, да, артистов, художников, для которых сцены – это основное место работы. И он один из немногих, который смог обратить вот этот период очень сложный в плюс, создал свой бизнес, очень быстро развился, я его пригласила как раз для зрителей GoViral, для участников GoViral, которые чаще всего – это студенты или ребята обменных программ, американских, европейских, чтобы немножко показать свою точку зрения о том, как можно выстраивать бизнес, структуры, бизнес-схемы вот в таком, может быть, сложном для нашего особенного центральноизиатского региона. Мне вообще интересно, вот можно ли с вами поговорить на эту тему, какая практическая часть получается у фестиваля, потому что, ну, сложно говорить, а каковые результаты, а что меняется, а меняется ли, да, кроме, ну, казалось бы, какого-то развлекательного и интерактивного контента, вот все равно есть какие-то задачи, что-то передвинуть в голове, как-то поменять свои взгляды, что вы наблюдаете или куда бы хотелось вести этот вектор? Ну, на самом деле, когда меня пригласили работать в качестве куратора, был основной запрос на практический уклон, да, чтобы все спикеры, которых я была приглашала, буду приглашать, находили такое решение, не знаю, практическое применение, да, тем навыкам, которыми они делятся, или тем искусством, которым они рассказывают. Для меня, в первую очередь, этот фестиваль действительно о новых навыках и о новом подходе в области искусства, в творческой профессии. Для себя я очень много имен открыла. Например, первый день фестиваля, на мой взгляд, он был такой потрясающий романтический, команда, очень молодая тоже во время вот этого пандемического периода, непростого записали альбом, релиз был буквально 13-14 мая, и выступили на площадке, команда называется Me Invisible Orchestra. Звучание было просто потрясающее, и, конечно, мы очень все соскучились по вот живым выступлениям. И, как я говорила, вторая часть — это такой практический подход к профессии, что, в принципе, нужно... У нас есть такое клише с давних времен, идущее, что творчество — это искусство элитарное, что мы, в принципе, раздели ее от народа. Мне кажется, формат фестиваля Go Virell тем и хорош, что ты можешь пообщаться, задать вопросы конкретно. Например, когда Куаныш Бесеков приезжал, известная команда Ирина Кайратовна, и он очень такой доступный в хорошем смысле этого слова, и отвечал на вопросы как журналистов, и молодых совсем ребят, которым там по 17-20 лет, у которых тоже есть вопросы, например, вот я хочу снимать и сталкиваюсь, скажем, с негативом, как перебороть этот первый негатив, ну, то есть как его перевести или трансформировать в конструктив, чтобы двигаться дальше. И после выступления было такое закулисье, где ребята смогли задать какие-то прямые вопросы, пообщаться, и мне вот очень нравится демократическая атмосфера, демократичная атмосфера фестиваля, что мы можем устраивать, сформировать такой диалог очень простой и очень в то же время конкретный. Мне интересно, нет ли у вас такого ощущения, что, в принципе, та аудитория, на которую это рассчитано, молодая аудитория, она находится в таком переизбытке контента, и ее как бы все готовы разорвать, и вообще сложно сосредоточить ее внимание на чем-то конкретном. Как вот с вашей стороны идет борьба за аудиторию, за ее внимание? Классный вопрос. Мне кажется, это действительно благодаря опыту фестивальному, в этом году уже пять лет. Здорово еще то, что, в общем-то, в этом фестивале вот эти темы, казалось бы, далекие друг от друга, бизнес, культура, медиа и технологии, казалось бы, как они могут пересекаться. Ну, естественно, они пересекаются, но мне вот это и понравилось, что многие темы, они перетекают один в другой, да. Вчера я сама присутствовала на выступлении наших американских коллег по созданию документальных фильмов, монетизировании их. И тоже мне очень понравилась такая журналистика, которую подал мой коллега секции медиа. Журналистика такая исследовательская. Здесь нет вопросов борьбы за аудиторию, а скорее есть такая возможность дополнить одну глобальную тему, которую мы заявили с разных фокусов, с разных точек зрения. С нашим первым спикером мы говорили о том, как непросто организовывать мероприятия на открытом воздухе. Может пойти дождь, может подуть ветер и снести все декорации, все украшения. А сейчас я стояла на открытом солнце, мне кажется, просто моя половина лица малость подгорела, и у меня здесь будет классный алматинский загар. Но что не сделаешь для любимой программы Stories, для дорогих наших зрителей, каждую неделю мы вместе с нашей съемочной группой отыскиваем для вас самые интересные, культурные, яркие, креативные события, которые происходят в Алматы, чтобы они вдохновляли вас, заряжали на следующую неделю. Напомню, что весь контент фестиваля Go Viral выложен на сайте фестиваля, поэтому если вас заинтересовала тема, события, мероприятия, концерты, о которых мы говорили сегодня здесь вместе с нашими спикерами, заходите на сайт фестиваля и обязательно присоединяйтесь к его крутой команде. До встречи через неделю на телеканале Atomicent Business. Увидимся уже совсем скоро. Пока!